На бирже Coinbase чересчур много жалуются. Центробанк России решил объяснить всем, что такое финансы и как с ними обращаться. А кипрский регулятор выдал новую лицензию. Именно такими новостями мы открываем сентябрь. Здравствуйте! Как оказалось, на бирже Coinbase поступило максимальное число претензий. Об этом сообщает Бюро по финансовой защите потребителей США. И давайте взглянем на цифры. В этом году поступило 293 жалобы, в то время как за прошлый год на биржу пожаловали всего 6 раз. Считается, что сайт компании просто не выдерживает такого ажиотажа вокруг криптовалют. А около трети жалоб поступили от физлиц, которые не смогли получить доступ к своим деньгам в обещанной сроке. Многие также сетуют на другие проблемы с транзакциями или услугами. Обвинения в мошенничестве составили менее 15% от общего числа поступивших претензий. Еще в июне Coinbase сообщала, что работает над улучшением системы поддержки клиентов. И напомним, что в середине июня биткоин резко подешевел из-за очередного сбоя в работе сайта Coinbase. Десять дней спустя биржа снова ушла в офлайн, не выдержав наплыва трейдеров. Как и обещал, Банк России запустил образовательный сайт по финансовой грамотности fincult.info, цель которого – формирование финансовой культуры. Сейчас на сайте доступна стандартная информация. Например, можно узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот. Это можно сделать в разделе «Деньги». Большое внимание уделяется вопросам защиты от мошенников. В каждом из разделов также можно пройти мини-тест, чтобы оценить свои знания. Рубрика «Осторожно, мошенники» включает советы, как уберечь себя от финансового мошенничества или как не стать жертвой финансовой пирамиды. А также расскажет о том, что сделать, если это уже произошло. Более того, в следующем году на сайте будет размещен вики-каталог мошеннических схем на финансовом рынке. Пользователи смогут сами добавлять истории, которые послужат предупреждением для других. Кипр приветствует в рядах своих лицензированных компаний нового брокера. Теперь и Exclusive Capital получает лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Сайсек. Как рассказывает сама компания, Exclusive Capital – это дочерняя компания Exclusive Change, а ее профиль – предоставление широкого спектра услуг онлайн-трейдинга. Exclusive Capital позволяет новым и действующим клиентам иметь доступ к мировым финансовым валютным рынкам посредством передовых торговых технологий. Следует отмечить, что брокер предлагает своим клиентам торговлю инструментами Forex, контрактами на разницу CFD и сырьевыми инструментами. И все это посредством торговых платформ MetaTrader или NetDania. Веб-сайт поддерживает и несколько языковых версий – русский, английский, венгерский, хорватский и арабский. Что касается материнской компании Exclusive Change, то речь идет о венгерской сети обменников и денежных переводов, управляющей более чем 400 филиалами по всей стране. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Благодарим за сотрудничество редакцию Forex Magnets и желаем вам хорошего осеннего уикенда.